В Бельцах зажгли 1418 свечей в память о жертвах Великой Отечественной. Подной за каждый день войны. Горящая свеча – символ памяти и веры. Она символизирует горечь потерь и благодарность за подаренную возможность жить под мирным небом. Мемориальную акцию, которая прошла в воскресенье вечером у здания Национального театра имени Василия Александрия, организовала молодежное крыло нашей партии. В мероприятии приняли участие десятки горожан. В качестве почетных гостей присутствовали ветераны. Свеча памяти, так называемая, уже проходит, конечно, на закате сегодняшнего дня праздничного. Она по-особенному великолепна тем, что ночью мы зажигаем свет, мы зажигаем огонь. Тот огонь, который горит в наших сердцах, в наших душах. 1418 дней длилась великая и страшная война. 1418 свечей было зажжено сегодня в память о тех воинах, о тех храбрых героях. 26 марта 1944 года в результате успешных боевых действий 2-го Украинского фронта при активной поддержке партизанских отрядов и местного населения советские войска освободили 200 населенных пунктов Молдовы. Гитлеровцы были изгнаны, в том числе и из Бельц. Однако это был еще не конец. Война продолжала уносить жизни людей. И память о них навсегда останется в сердцах родных и близких. Я внучка погибшего на фронте, дедушка, он погиб под Варшавой. И мне в этот день очень тяжело, потому что я не знаю, кто ему принес в этот день цветы на его могилу. Или, вы знаете, что я очень, этот день для меня очень знаменательный, этот день со слезами на глазах. Потому что именно погибшая семья, у которого кто-то погиб, это очень и очень тяжело на душе. Мой папа погиб под Сталинградом. И он говорил, шли такие бои, писал, маме, конечно, писал в письме, шли такие бои, что все смешалось, металл, земля и люди. Если мы кто-то останемся живы, если я останусь, то иначе в рубашке родились. А прислали письмо, когда отец погиб, мужчина, значит, после боя, все убитые были. И некоторые, он рассказывает, шли вот просто по трупам. Он случайно упал, и вот у отца он выточил документы. По словам бельчанки Эмилии Васильевны, ее семье очень повезло. Дедушка прошел всю войну и вернулся домой живым. В этот день она пришла почтить память героев, не вернувшихся с фронта. Кого так и не дождались родители, жены и дети. Дедушка мой всю войну, от начала и до конца, прошел до Рейстага. И слава богу, в нашу семью он вернулся. Мой отец и моя тетя не были сиротами, моя бабушка не была вдова. Он поднимал колхоз, работал, всю жизнь работал. Еще 28 лет после пенсии он прошел 98 лет. Вот такой был фронтовик у меня дед. После зажжения свечей собравшиеся почти лиминутой молчания тех, кто, потеряв свое настоящее, подарили им будущее.